Всем привет! С вами канал Хобби Пойнт и я Анастасия. В сегодняшнем видео я хочу показать вам, как выполнить вот такие серьги с бусинами в технике фриволете и игрой. Если вам интересно, то продолжайте смотреть это видео. Если оно вам понравится, то пожалуйста поддержите это видео вашими лайками и комментариями. Мне будет очень приятно. Список необходимых материалов, а также ссылка на уроки по основам фриволете, как обычно, находится в описании под видео. Ну а теперь давайте уже начинать. Оставляем хвостик около 60 см и набираем узлы для первого кольца по схеме выше. Пико делаем маленькие, около 2-3 мм. Закрываем кольцо, не переворачивая работу. Теперь выполним еще одно кольцо и соединим его с предыдущим. Кольцо будет располагаться поверх первого. И чтобы было легче его так расположить, первый узелок сделайте на небольшом расстоянии от первого кольца. Размещаем иголку поверх первого кольца и выполняем соединение. Набираем оставшиеся узлы. Закрываем кольцо, не переворачивая работу. Теперь берем две маленькие бусины, у меня они по 4 мм, и проходим иголкой через них. Теперь проходим иголкой посередине четырех узелков между пико, то есть между вторым и третьим узелком. Выводим иголку обратно на лицевую сторону, через само кольцо. И через бусины в обратном направлении. Потяните за нить, чтобы бусины стали в середину кольца. Теперь пройдите иголкой через первое или последнее узелок кольца, чтобы две нити были рядом, и мы могли выполнить следующее кольцо. Это кольцо также будет располагаться поверх предыдущего. Набираем 8 узлов. Выполняем соединение. Набираем оставшиеся узлы. Закрываем кольцо, не переворачивая работу. Теперь берем бусину побольше, у меня это 6 мм. И вшиваем ее таким же образом, как и бусины в предыдущем кольце. Так как в этом кольце у нас 5 узелков между пиком, то иголку мы вводим в середину третьего узла. Затягиваем нить таким образом, чтобы бусина как бы провалилась внутрь кольца. Само кольцо немножко сожмется посередине. Теперь мы будем выполнять симметричное кольцо. Узло с двумя бусинами и оно будет размещаться под предыдущим кольцом. Набираем 8 узлов. Размещаем иголку под предыдущим кольцом и выполняем соединение. Набираем оставшиеся узелки. Закрываем кольцом, не переворачивая работу. Закрываем кольцом, не переворачивая работу. Вшиваем две маленькие бусины. Мне кажется мне пора делать отдельное видео с моими киноляпами. Кошка моя обожает нитки, бусины и вообще все, что ей трогать нельзя. Выводим иголку между вторым и третьим узелком. Выводим иголку. Постык. Выводим иголку. Выводим иголку. Продолжение следует... Теперь выполняем кольцо, симметричное первому и соединяем его с предыдущим. Закрываем кольцо, в этот раз не переворачивая работу. Теперь выполним маленькую дугу. Набираем один полный узел и первую половинку узла. Выполняем пиком. И еще один полный узел. Закрываем дугу, переворачивая работу. Повторяем мотив с самого начала, соединяясь с последним кольцом. Набираем два узла. Выполняем соединение и набираем оставшиеся узлы. Продолжение следует... Выполняем три кольца с бусинами. Вот что должно получиться. Теперь нужно выполнить последнее кольцо и соединить его с предыдущим и самым первым кольцом. Набираем восемь узлов. Набираем восемь узлов. Выполняем соединение. Набираем еще восемь узлов. Складываем работу и выполняем еще одно соединение. Набираем два оставшихся узелка и закрываем кольцо, переворачивая работу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... нам осталось выполнить маленькую дугу чтобы было удобнее сложите работу пополам набираем полтора узла выполняем соединение и набираем еще полтора узла затягиваем дугу и присоединяемся к самому первому кольцу и аааааах и и и и и Отрезаем ниточки и прячем кончики. Аккуратно отрезаем лишние нитки. Мотив может быть сережкой сам по себе. Но я решила сделать серьги более объемными, как бантики. Поэтому для одной серьги мне нужны два таких мотива. И все, что нужно сделать, это просто сложить их вместе. Я думаю, что из таких мотивов можно сделать и браслет. Можно соединить их между собой узкой частью. Или же широкой. Как только я сделаю браслет, я обязательно его вам покажу. Итак, складываю два мотива вместе, изнаночной стороной друг к другу. И присоединяю швензу вот сюда. Я взяла вот такие длинные швензы. Если вы смотрели предыдущее видео с распаковкой, то вы их уже видели. Субтитры сделал DimaTorzok Вот и все. Серьги готовы. Надеюсь, вам понравился этот мастер-класс. Если да, жду ваших лайков, жду ваших комментариев. Обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. И, конечно же, нажимайте колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.